Александр Сереженкин, генеральный директор компании электромобилей. 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 Поднимите руку, кто ездит за рулем. Отлично. Кто уже катался на джаке? Нормально покатались. То есть понимаете, о чем тут речь, что за автомобиль, да? Теперь попрошу взаимодействия с залом. Смотрите, мне нужен человек, который хорошо разбирается в банковской сфере, и который может слету сказать, вот, допустим, целиком машина столько будет стоить, сколько будет приблизительный платеж ежемесячный. Кто у нас банкир из зала? Есть кто-нибудь, кто, ну, как бы, по цифрам? Пойдемте со мной, пойдемте. Под аплодисменты. Потому что, как бы, с 15 было озвучено, а в 3 часа официально. Наберите там смс-ки, оставьте ему, побыстрее собираетесь все. Итак, дорогие друзья, пройдемся немного по бизнесу. Смотрите, с одной стороны у нас есть завод-изготовитель. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Роза. Я из города Ишкалон. Ишкалон, аплодисменты. Вы в банковской сфере выбираетесь, да? Я хотел сказать, я когда выезжала сюда, в набор, прямо за полчаса оформила кредит на машину. Купила кредит, я сдавала, как это весь процесс. Изнутри я все прошла и хотела рассказать. Ну, вот, какие импакции, операции, какая комиссия, сколько мы будем платить. Вот просто я хотела про эту машину рассказать. А так вот, в банковской сфере я здесь не работаю. А вы можете просто ответить на простые вопросы по электромобилю. Кто желает к нам присоединиться? Мужчины. Ну, кто? Нет, они же не могут. Нет желающих, да? Итак, дорогие друзья. Тема бизнеса. Скажите, пожалуйста, вы приобрели новую машину? Да. А какой был первый вступительный взнос? Наша машина стоила 8800, а перемещается взнос 250 тысяч. 250 тысяч, исходя из цены 800. Какой будет первоначальный взнос, если машина стоит 2 миллиона 600? Ну, приблизительно. На какой? Ну, я думаю, 500. Сколько нет? Да, нам туда нужно 20%. 20%. Вот смотрите, к чему вас подвожу. С одной стороны, есть завод, который прислал нам тестовую машину, для того, чтобы мы с ней ознакомились и скинули перед заявки на то, что мы имеем желание ездить на этой машине. Первое. Второе. Завод очень хочет внимательно выслушать 10 пунктов, которые мы внесем в изменения в комплектацию этой машины в связи с климатическими условиями. То есть те, кто на севере попросят одно, те, кто на юге другое, те, у кого горные дороги, попросят третье. Они готовы выслушать. Так вот, смотрите, все эти пункты, они готовы практически внести в автомобиль, и он не меняет цену. То есть завод-изготовитель раз в три месяца делает апгрейд автомобиля. Они готовы к этому. То есть, поверьте, это очень интересный инструмент. Так вот, смотрите. Можно вам? Можно. А машина будет полностью фаширована или будет влюбленная машина? Полностью, да. Электромобили не бывают пустые. То есть электромобиль всегда у него есть в комплекте климат-контроль, кондиционер, откат, и скоро будет автопилот, который канатится с вашим мобильным приложением. Так вот, смотрите. С одной стороны, есть мы потребители, и у каждого из нас потребителя автомобиля сегодня есть автомобиль, правильно? И этот автомобиль имеет какую-то остаточную стоимость, если вы захотите его сегодня продать. Так вот, вопрос банка. Если 10 человек обратиться в банк и скажут, что у них есть первоначальный взнос в размере 300-500 тысяч рублей, банк одобрит им кредит на покупку новой машины с этими условиями? Нужна одобрит. А еще плюс страховка. Вот. Дорогие друзья, это к бизнесу. То есть, смотрите. У вас, как у автовладельца, есть капитал. В договоре на милениях, в принципе, мы можем к концу конференции прописать о том, что такое-то количество людей, теоретически имея свой автомобиль, теоретически готовы его продать и первоначальный взнос сразу внести как первый платеж за электромобиль. Теперь стоят на сторону завода. Вы представьте, вам приходят заявки конкретно от людей, которые говорят, да, нам интересно, и да, если вы подтверждаете, что мы в такие-то сроки по лизинговому платежу поставили к нам эти машины, мы готовы продать свои бензиновые, даже там неделю-две, а то может в месяц походить бешком, подождать, пока электрическая придет. Но это в неком случае такое изучение работы над собой. Так вот, бизнес. Первая ступень нашего бизнеса, лично моего, который я предлагаю, то есть я гарантирую про электромобиль, который есть и существует. От лица завода я прошу от вас, в принципе, список намерений. То есть если вас все устраивает, вы просто пишите, что да, я хочу, меня интересует. И когда мы с вами отправим коллективную заявку на завод, то вполне возможно, они нас пригласят в гости на производство и сделают для нас индивидуальные условия, которые мы как бы обсудим с руководством двух компаний. И я, как компания электромобиль и мира, просто вхожу к вам, предоставляя вам готовый продукт и гарантирую то, что я его поставлю, обслужу, буду рекоментировать и, естественно, гарантирую, что все прозрачно. Если заявка пришла от вас, мы видим, что ваш объект нужно поставить в такие-то машинки, и вы это тоже видите. Все четко. Поэтому я говорю, работаю только с юг-лицами. Насколько проще утвердить лизинг, чем кредит? Все зависит от платильщика. То есть, смотрите, если у тебя физическое лицо, хорошая кредитная история, то это окей. А если ты юридическое лицо, то там смотрят оборот, и по твоему обороту вот тебе сразу дают лимит на покупку техники. Когда я оформила заявку на кредит, мне первый банк оказал, и потом так пошло по цепочкам. Второй банк оказал, и я даже заявку написала. У них какая-то система, у них автоматы переходят между банками и вот эти заявки. Хотя я не давала такие. И у меня на второй день от трех банков пришли заявки. Берите, и уран, и уран, и урана. Все, подытоживаю эту тему. Вы меня бронируете. То есть, если мы грамотно сделаем заявку от юридических лиц, которые напишут физические лица, и мы предварительно скажем, что нам нужно несколько автобардов, которые будут работать там и там в каких-то условиях, и отправим. Начнется диалог. Диалог этот выйдет на конкретику, дорогие мои друзья, через три месяца. Это первый срок поставки этих автомобилей в Сочи. Я думаю, мы с вами соберемся, попробуем в ладоши и разберем эти машины себе. Потому что продавать автомобиль, не имея его в наличии, очень сложно. Все, я вас отпускаю. Электротранспорт заключается в том, что у вас есть ровно 45 минут, либо час от того момента, когда вы приехали на зарядную станцию, допустим, в Олимпийском парке, и поставили свой автомобиль на заряд. У вас есть времени час. Что вы в это время делаете? Открывается багажник, открываете самокат, берете и укатываете на нем на море. То есть, вот эта вещь, она специально сделана для того, чтобы она жила в багажнике автомобиля, и, честно говоря, я заморочился сам, прям конкретно. Теперь прямой вопрос по финансам. Скажите, из всего спектра электротранспорта автомобили, самокаты, скульпторы, квадратиклы, что продается с самым большим количеством? Самокат. Самокаты. Самокаты продаются гигантскими количествами. Так вот, мы собрались, и сейчас вы видите рыбу. То есть, это как бы просто основание, на которое мы уже навешиваем там остальные всякие примочки. Суть в чем, он должен разбираться полностью. То есть, когда он разбирается полностью и складывается в одну трубку, он умещается в багажнике. Значит, мы сделали складывание руля. Вот так. Раз. Понятно, да? То есть, вот эта часть тоже складывается, он становится вообще малюсенький, как палка, и кладется в багажнике. Суть в чем, этот самокат двухподвесный, ну, кто разбирается, есть просто самокат, на котором он вот так вот трясет, а есть самокат, у которого есть подвеска. У этого самоката есть подвеска передняя, есть подвеска задняя, у него есть несколько функций по горам и по горам, он едет 25 километров, и у него не хватает навеса. Так вот, суть моего предложения в чем? Это наша инженерик и компания, которая в Москве прям собирает эти самокаты, лично мы собираем. Так вот, скажите, на какой вес рассчитан обычный самокат? Ну, средний. 100 килограмм. 100? Подгадайте, на какой вес я сделал вот этот самокат. Прямо рассчитал. 200 килограмм. Я его сделал для того, чтобы вы могли встать, поставить сюда любимую женщину или ребенка и вдвоем на нем поехать. Значит, 200 килограмм нагрузка, 25 едет, и это неотъемлемая часть электромобиля. Так вот, теперь перехожу к бизнесу. В этом году будет старт всех продаж электромобилей. Этот Новый год будет признан в принципе электромобилем. Так вот, под этот Новый год наша инженеринговая компания принимает заявки на производство этого самоката, но только в брендировании вашим брендом. То есть, цена не меняется. Когда вы делаете заявку на этот самокат, вы еще присылаете логотип, фотографии, надписи. Вы присылаете все то, что считаете нужным здесь. Этот логотип делается вот здесь, делается подсветка, здесь ставится корзина, то есть, все навесы и все это съемное выбираем. И в этой комплектации этот самокат становится брендированным. Мало того, мы его собираем в России, причем собираем очень умно, занимаясь аккумуляторными батареями, которые дают возможность целый день на нем кататься без подзарядки. То есть, знаете, как для души делаем. То есть, этот самокат, он живет в машине, у него есть такое предназначение. Естественно, в багажнике мы делаем выход, и когда вы кладете в багажник, у него есть штепсель, он становится на зарядку. То есть, здесь он лежит в багажнике, он заряжается. Если вы его забрали домой, то просто заряжаете его, как мобильный телефон. Он надежен, то есть, 200 килограмм веса, вы понимаете, то есть, мы его даже швыряли со второго этажа, то есть, он проходил все испытания, он реально конкретный. То есть, он как-то сделан на души. Так вот, предложение, как бы, little business, это, когда будем общаться, и если вы к Новому году своя компания хотите сделать забрендированную игрушку, которая будет радовать и детей, и взрослых, то welcome, обращайтесь. То есть, это делаем мы. Что касается цены, если вы откроете в интернете двухподвесный самокат с такими характеристиками, он будет стоить где-то ровно в два раза дороже от той цены, по которой мы принимаем заявки и окружаем только брендированную. То есть, заявочку вы присылаете нам в логотип, мы вам присылаем уже ваш самокат, который светится как новогодняя елка и в точности видно, чья принадлежность, чья, кому он принадлежит. Не скажу. То есть, вот, от заявки. Понимаете, если есть заявка на 10 самокатов, то мы это включаем в производство и четко говорим цены. Вот. Но, как бы, аналог его стоит за это 80 в магазине, то есть, вот такую штуку. Мы принимаем, принимаем заявку даже до 40 тысячи. С учетом вариантирования всех дел, коробочек и так далее. И присылаем вам по почте и мы уже там под Новый год. Итак, кто хочет дотронуться руками до того кабеля, который мы заряжаем электромобиль? Там есть очень много нюансов. Ну, есть желающие? все, пойдемте пойдемте. Пойдемте. Автомобилисты? Да? Да. Представьте, здорово. Кирилл. Какое автомобиль? Сарёк Сиену, Лексус. Лексус, Лексус, Лексус. Тойота ПРИУС, Тойота ПРИУС. Вот, видите, мешочек, доставайте, кабель. Друзья, как он заряжается? Вот представьте, я зарядная станция, вот я зарядная станция. Я не принимаю хвост с кнопкой. Хвост с кнопкой всегда в машине. Значит, вы приезжаете на Роснефть, которая находится в Олимпийском парке. Это самая ближайшая зарядка. Подходите к зарядному столбику и втыкаете вот этот штепсель в зарядку. Второй штепсель, который у вас находится в руках, вы включаете в машину. Машина вам пишет, я встала на зарядку, и пишет приблизительно там час-полтора, ну как-то погуляйте, я заряжусь. В этот момент вы берете кабель, то есть берете самокат и уезжаете. Ломается вот эта штука? Как вы думаете? Значит, за 7 лет самое массовое, что мы продавали второй раз, это кабель зарядки. Кабель зарядки грызут псы, едят коты, мыши. Этот кабель попадает просто в невероятное приключение, потому что чаще всего его забывают. То есть машину зарядили, о, прям отлично, вынули, уехали, забыли. Вот. Кабель зарядки, естественно, ну, защищен от всяких внешних попаданий, но ломается чаще всего, потому что он лежит на земле, там, ну, разные темы бывают. итак, зачем нам второй кабель зарядки? Вот здесь вот откройте. Кто знает, ну, зачем в машине два кабеля зарядки? Желтый, зачем? Скорость зарядки. То есть, вот ваш вопрос, сколько она заряжается? То есть машина заряжается на ускоренной станции с желтым проводом 40 минут, если вы приехали домой, включили ее в 220 вольт, она будет заряжаться 5-6 часов. как бы, понятно суть зарядки? Далее, если вы уехали и вы не знаете, где есть зарядная станция, вот эта простая вещь выручает просто вообще не вопрос. То есть, вы, куда бы вы ни приехали, вы подъезжаете, говорите, слышите, а где у вас розетка? Он говорит, вот, вы включаете удлинитель в розетку и в эту розетку включаете автомобиль на долгую зарядку. То есть, без всякой зарядной станции он зарядится. как бы, от обычной розетки, да. То есть, ну, от обычной розетки машина будет заряжаться 5-6-7-8 часов ровно то время, пока вы включены. Да, вот. Вот, про дороги говорю, что, как бы, кабель. Да, желтый кабель. То есть, ну, для ускоренного. Народ, все? Как бы, разъяснил? 2020 год, старт гонки электромобилей. Компании известнейшие, типа, Volkswagen, Ford, Mercedes, все будут выпускать свои электрические версии. Я хочу до вас нанести, что? Что электромобиль Миры, это мультибрендовая компания, которая сегодня заключила договорные отношения именно с тем первым производителем, который реально привез готовую машину. Все то же самое ожидают другие компании, с которыми я веду переговоры, но пока что в нише вот именно народных машин, которые будут дешевле двух миллионов, пока машинок нету. Вот. Поэтому я очень прошу обратить внимание на джак, который реален, он есть, и сегодня мы абсолютно четко можем поднимать заказ на эту машину как электрический кроссовер, предназначенный для перевозки людей и грузов в черте города с пробелом в 250 километров и со всеми гарантийными условиями. Значит, друзья, напоминаю, обращайтесь, записывайтесь у нас как бы на тест-драйв. После тест-драйва мы с вами обсуждаем, интересно ли вам эта машина, и если да, то пишите свои намерения, мы, откалкиваясь от них, уже делаем заявочку на завод. И самая как бы крайняя тема, то есть один электромобиль был в наличии, и как бы есть такие правила хорошего тона, машина, которая уезжает на экспонирование, она уже возвращается не в Москву, она уже возвращается своему владельцу. Вот. Если кто-то из первых изъявит желание, так сказать, оставить эту машину по себе, я с удовольствием познакомлюсь с управлением завода, и мы радостно позвоним и скажем, а не оставить ли нам этот джак в Сочи? Вот такие у меня мысли. Так что, дорогие друзья, за те продукты, которыми занимаюсь, отвечаю полностью по всем их техническим характеристикам и с моим опытом понимания того, что будет дальше, то есть после того, как человек электромобиль приобретает, проходит пару месяцев адаптации, и мы знаем, что происходит дальше, что ломается, что отваливается, какой календ, мыши съели, все эти нюансы уже прошли. Мы это, естественно, все будем техподдерживать, и будем всем этим заниматься. От вас, в принципе, требуется, ну, примерно, то же самое, что от меня сегодня для вас. То есть иметь электромобиль, возможность дать вам покататься по рулению, объяснить, насколько он удобен, и сделать правильный предзаказ на парк автомобилей, который даст возможность чистым воздухом нам дышать и не слушать, когда вот эти машины заводятся по утрам, особенно в Сочи. Дорогие друзья, самокат, электромобиль, Джак, все, вы там, записывайтесь на Бездрайв, катайтесь.